Геофизическая экспедиция На местах возможного расположения атомной станции ведутся определенные геофизические работы. Комплекс работ включает в себя такие виды, как гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, метод ЗМПП и радонометрия. Как раз наша задача заключается в том, чтобы выяснить наличие вот таких разломов, тектонических разломов в фундаменте, в основании, где будет строиться атомная площадка. Основная задача, которая поставлена перед нами, это найти вот эти разломные зоны, которые являются запрещающим фактором. На данный момент работы выполнены уже на территории Краснополянской площадки. Процентов на 40 полевые работы, я имею ввиду, выполнены на Кукшиновской площадке. Но на двух площадках, это Островецкая и Верхнедвинская, работы ведутся рекогностировочного характера. На этом этапе уже выполнено где-то процентов по 15-20 работ на последних двух площадках. Окончание работ, значит заключение уже будет делаться по этим работам. Где-то должны мы отдали предварительный отчет в апреле для рассмотрения. В принципе, если работы наши не находят запрещающих факторов, значит будет приниматься решение о продолжении работ или закрытии работ. В целом все работы должны быть выполнены. Но это не секрет никому. Это указывалось и в выступлении Александра Григорьевича Лукашенко. Все подготовительные работы завершите этим годом, 2008 годом. Народные требования, это МАГАТЭ, без согласия которого ни в одном государстве невозможно построить атомные площадки или все, что связано с атомом. Значит должно быть две равнозначно изученные площадки, минимум две площадки. Вот, поэтому никто не знает в каком состоянии и какая степень пригодности Краснополянской, Кукшиновской площадки. Вот, поэтому и ведется сразу на этом количестве. Может этого даже оказаться и мало, никто не знает. Ну, видите, наверное, из двух зол выбирают худший. Эта подговорка не зря в народе бытует. Если мы имеем Краснополянский объект, который в газете, в прессе же много было, различные корреспонденты, различные газеты, да? Значит, много было информации о том, что зона как бы и отселенная участки, там зона повышенной радиоактивной вот этой опасности. Поэтому, наверное, с наименьшим ущербом для народного хозяйства, для населения, ну, естественно, наверное, это Краснополянский. Но, со второй стороны, как себя почувствуют люди и как поведут, когда их поселить или отвозить на работу в загрязненную зону? Тоже вопрос. Продолжение следует...